Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Антонина Васильевна Солина. Я являюсь ассистентом кафедры дошкольного образования. Сегодня мы с вами рассмотрим одну очень актуальную тему – адаптация детей раннего возраста к детскому саду. Ежегодно педагоги и родители, воспитывающие детей раннего возраста, сталкиваются с данной проблемой. Поэтому мы с вами поговорим об роли родителя в период адаптации и о роли воспитателя в период адаптации детей раннего возраста. Но для начала нам необходимо определиться с термином. Что же такое адаптация? Если говорить кратко, адаптация – это приспособление. Для ребенка раннего возраста характерна социальная адаптация. Это вхождение ребенка в малую группу сверстников, где ребенок приобретает определенные правила и нормы, предусмотренные данной группой, осваивает культуру поведения этой группы, учится самоконтролю и самообслуживанию. А теперь давайте поговорим о роли родителя в период адаптации ребенка к детскому саду. Ни в коем случае нельзя плакать перед ребенком совместно с ним. Это может плохо сказаться на адаптации. Существует три этапа в период адаптации. Первый – это подготовительный. Уважаемые родители, за один-два месяца до детского сада вам необходимо сформировать правильные стереотипы и привычки. Что мы понимаем под стереотипами и привычками? Это привычка обходиться без памперса, привычка научиться проситься в туалет при помощи эмоций, мимики, каких-то жестов или голосового сопровождения определенного. Привычка обходиться без грудного вскармливания, есть самостоятельно и держать правильно ложку. Данные стереотипы и привычки необходимо формировать постепенно. Всем известно, что любая привычка формируется в течение 21 дня. А в детском саду уже данные привычки будут закрепляться, сформировать элементарные навыки самостоятельности. Но в данном возрасте навыки самостоятельности могут подразумевать себе только лишь самостоятельное мытье рук и самостоятельное умывание ребенка. Научиться простым манипуляциям с игрушками. То есть ребенок дома до того, как он пришел в детский сад, должен научиться к манипуляциям с игрушками. Не манипуляциям со смартфоном, как любят современные дети, а именно с игрушками. К сожалению, на современном этапе есть такая проблема, что дети не умеют взаимодействовать и играть с игрушками. Поэтому этому нужно учить. Далее у нас основной этап адаптации. Что же требуется в этот этап от родителей? Особенно в первые дни ребенка в детском саду поведение родителя должно быть спокойным. Я еще раз повторюсь, что мама ни в коем случае не должна показывать своих слез совместно с ребенком, как бы ей тяжело не было. Почему именно мама? Потому что мама является самым первым учителем для ребенка раннего возраста. И мама является также для ребенка целым миром. А когда в мире что-то плохо, соответственно, мама показывает это слезами, и ребенку вдвойне становится тяжелее. Потому что дети раннего возраста, они очень эмоциональные, чувствительные, и у них хорошо развито чувство эмпатии. И если мама плачет, значит, произошло что-то ужасное. Соответственно, ребенку сложнее уже адаптироваться к условиям детского сада. Необходимо осознавать важность дошкольного образования. Согласно закону об образовании, дошкольное образование является главной ступенью, самой первой. И если мы пренебрегаем этим образованием, то мы нарушаем права ребенка. Соответственно, нужно ходить в детский сад, нужно регулярно посещать детский сад, особенно в период адаптации, если нет каких-либо противопоказаний. Необходимо создать доброжелательное отношение с воспитателем. Воспитатель, он ваш союзник, он ваш наставник, он вам помогает воспитывать ваших детей. Не нужно искать в его словах подвох, как многие сейчас любят делать. И заключительный этап в период адаптации, это что требуется от родителей. Рассказывайте как можно больше хорошего о детском саде. Приводите свои примеры из детства, как вам нравилось ходить в детский сад. Говорите, какие воспитатели хорошие, как много всего интересного они делают в детском саду, чтобы у ребенка сформировались положительные эмоции о детском саде. Ни в коем случае не растягивайте прощание. Очень часто родители растягивают прощание, завели ребенка в группу и в щелочку подглядывают за ним, что же он там делает. Успокоился он там, не успокоился, покушал он, не покушал. Воспитатели хорошо ли к нему относятся или плохо. Этого делать ни в коем случае не нужно. Если вас ребенок увидит, соответственно истерика ему обеспечена надолго. Не меняйте режим детского сада на время выходных. Очень важно придерживаться режима детского сада. Ведь дети лучше привыкают, когда есть определенный режим, когда есть определенная дисциплина, так они испытывают меньше стресса. Если ребенок в детском саду ложится на тихий час в 11.00, соответственно дома он тоже должен ложиться в 11.00 спать. Если режим питания завтрак 8.30, соответственно надо придерживаться этого же режима питания. Теперь давайте поговорим о том, что же должно быть в шкафчике малыша. Комплект сменного белья. Мальчикам шорты, трусики, колготки, майка, футболка, девочкам трусики, майка, колготки, футболка, юбка или платье. В теплое время года носки или гольфы. В принципе во всех детских садах практически сейчас теплый пол. Носков и гольф будет достаточно, чтобы детям было комфортно и создать максимально комфортную обстановку как дома. Необходимо также положить пакеты для хранения чистого и использованного белья, расческа, салфетки, сменная обувь. Заметьте, я не написала памперсы, потому что я придерживаюсь того мнения, что незадолго до прихода ребенка в детский сад необходимо отучить его от памперса, так как это тормозит процесс адаптации. Какова же роль воспитателя в период адаптации ребенка к детскому саду? Воспитатель должен постоянно находиться в центре внимания детей. Ни в коем случае не оставляйте детей одних. Данный возраст очень чувствителен и ему необходимо постоянно находиться в центре какого-либо взрослого, близкого ему. То есть дети этого возраста вместе играть еще не умеют. Поэтому все развлечение, все взаимодействие связано между взрослым и детьми. Поэтому воспитатель всегда должен находиться рядом. Каково же должно быть поведение воспитателя на подготовительном этапе? За месяц до приема детей познакомиться с родителями. Нужно обязательно организовать родительское собрание и обсудить все тонкости периода адаптации. Нужно проговорить, что в период адаптации ребенок может совершенно ничего не есть, не пить в детском саду, он может не спать, у него может быть абсолютно неадекватное поведение, несвойственное ему, как обычно. Все это нормально, потому что сама адаптация это очень сложный для ребенка процесс. Эти тонкости нужно проговаривать, чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо вопросов и недоумений со стороны родителей. На основном этапе что требуется? Создать доброжелательные отношения с родителями. Обязательно, если у вас какие-то сложные отношения с родителями, ну всякое бывает, личные какие-то неприязни. На работе все должно быть как на работе. То есть все личные какие-то неурядицы вы оставляете за рабочим местом. На работе вы относитесь ко всем родителям одинаково. Принимать детей сначала на два часа, затем удлинять время пребывания в зависимости от того, как ребенок адаптируется. Не идите на поводу у родителей, которые говорят, а мой ребенок уже привык, да, один день привели на два часа, он нормально вроде бы пошел, адаптировался, играет. Но и предлагают оставить ребенка на следующий день, на полдня или на целый день. Это неправильно, так как в этом случае у ребенка может произойти откат. То есть сегодня он пошел с хорошим настроением, он был не так долго в детском саду, а уже завтра его оставляют с чужими для него людьми на целый день. Ребенок испытывает стресс, ему становится страшно и больше уже он с таким эмоциональным благополучным состоянием, может не пойти в детский сад. Последуют протяженные капризы, истерики, что будет тормозить процесс адаптации. Обязательно нужно допускать приход детей с любимыми игрушками или любимыми вещами, если они безопасны. Очень часто дети раннего возраста приходят в детский сад с любимыми пледиками, подушками, игрушками. Все это дарит им частичку их родного дома, частичку уюта, который есть дома. Нужно допускать, разрешать ребенку принести любимую вещь. Это поможет ему лучше адаптироваться. Постепенно в течение года это все пройдет, и ребенок уже будет приходить в детский сад без своих любимых вещей, либо заменит, может быть, на более такие полезные вещи, которые он приносит с собой. Строгого запрета в этом случае не должно быть. И заключительный этап. Уважаемые воспитатели, развивайте в себе актерское мастерство. Выучите заблаговременно до приема детей стишки, потешки, сказки, шутки-прибаутки, и активно используете их с детьми. Чаще используете тактильное общение, поглаживание, объятия. Дети раннего возраста, они очень чувствительные, они очень нуждаются в таком общении. И сейчас мне бы еще хотелось проговорить три степени адаптации. Существует легкая степень адаптации. При легкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. И в течение месяца примерно все признаки адаптации проходят. То есть ребенок начинает уже хорошо спать, хорошо есть и не переносит каких-либо сложных заболеваний. Следующая степень адаптации – это средняя степень адаптации. При адаптации средней степени эмоциональное состояние ребенка нормализуется более медленно. Он начинает болеть в первый же месяц различными инфекционными заболеваниями, но, как правило, за 7-10 дней они прекращаются. Вы можете читать с детьми дома сказки, рассказы, где, например, в сюжет котенок маленький, уходя от мамы или когда мама уходит, оставляет его в детском саду, он уже не плачет, а играет с другими зверятами. Ему весело и хорошо. Также, по примеру, потом и ребенок может перестать плакать и играть уже с другими ребятишками. Если все-таки у ребенка наблюдается тяжелая степень адаптации, то необходимо выяснить причины, почему же такое произошло. Может быть, причина кроется в взаимоотношениях ребенка с воспитателем. В этом случае можно попробовать предложить родителям перевести ребенка в другую группу, где, на их взгляд, более ласковый, например, воспитатель. Потому что каждому ребенку нужно подбирать воспитателя чем-то похожим на его маму. Если есть ситуации, когда просто дети мало ходят по гостям, где есть другие дети, мало гуляют и взаимодействуют с другими детьми, в этом случае нужно как можно чаще выходить с детьми на прогулку, ходить в гости, где ребенок будет взаимодействовать с другими детьми и постепенно будет привыкать к этому. Также есть ряд адаптационных групп, куда можно отдать своего ребенка, где уже разработан алгоритм и план действия работы именно в адаптационных группах с учетом мнения педагога, психолога, медиков. Если не получается адаптироваться ребенку, то можно еще как вариант отдать его попозже в детский сад и повременить с ним. Например, в три года, когда наступит кризис трех лет, когда он будет проходить, ребенок хочет в этот период быть самостоятельным и как раз уже постепенно он не нуждается в материнской заботе так, как ранее, а хочет играть со сверстниками. Этот период для некоторых тоже является благоприятным, чтобы пойти в детский сад. И все-таки последнее завершающее, если ребенок никак не адаптируется, тогда стоит обратиться к психологу, неврологу, педиатру и решить совместный план действий на период адаптации. Если мы будем соблюдать все рекомендации, какие же объективные показатели окончания периода адаптации? Это глубокий сон, хороший аппетит, бодрое эмоциональное состояние, полное восстановление имеющихся привычек и навыков, активное поведение, соответствующее возрасту, прибавка веса. Процесс адаптации должен быть единым как дома, так и в детском саду. Дома привычки должны возникать, то есть родитель должен учить ребенка определенным привычкам и навыкам, а в детском саду данные навыки привычки уже закрепляются. Детский сад, он выступает как помощник в период адаптации ребенка. Поэтому, дорогие родители, дорогие воспитатели, учитывайте в своей работе ряд рекомендаций, и тогда у вас все получится. Процесс адаптации будет более легким. Всем спасибо и до новых встреч. Благодарю за внимание.